Итак, переговорщиков с Ирефией в рамках трехсторонней группы по вопросам урегулирования ситуации на Донбассе возглавил первый президент Украины Леонид Кравчук. Как только эта новость появилась в информпространстве, так буквально сразу отовсюду потянула нафталином от нового лица украинской политики при Зеленском. Ведь даже по сравнению со своим предшественником Кучмой, Кравчук и того будет старше. Совершенно непонятно, как почти 90-летний старик будет вести тяжелейшие переговоры с Ирефией. Но при Зеленском мы уже просто перестали удивляться кадровой политике и просто констатируем факты, стараясь поскорее пережить и приблизить конец этого кошмара. Но давайте пройдемся далее по лепрозорию кадровой политики Зеленского и взглянем на другие новые лица, которые навыбирали нам 73%. Так стало известно, что госпожа генеральный прокурор Венедиктова, которая, кажется, малость подостыла к Порошенко, назначила себе советником самое новое и немятое лицо в украинской прокуратуре – господина Святослава Пискуна, который бывал в кресле нынешней мамзели в бытность президентом Кучмы и Ющенко. Пискун – личность без преуменьшения легендарная, поскольку то, что творилось при нем в Генеральной прокуратуре, происходило разве что при Януковиче. Пискун – просто виртуоз прокурорской масти и стряпал дела, от которых у нынешних юнцов в Генпрокуратуре перехватывает дух и текут слюни. В общем, что мы имеем? Два динозавра украинской политики подаются нам под соусом новых лиц, причем оба, судя по всему, будут играть не последнюю роль в судьбе страны. Пискун – меркантильный жлоб и банальный прокурор-взяточник, коих сидит по прокуратурам легион. Кравчук – откровенный коммунист и любитель России, который прикрывается сладкими речами, но ни в силу возраста, ни в силу отсутствия принципиальной позиции государственника, попросту не сможет отстаивать украинские интересы. И на фоне всего этого – президент, которого кроет до такой степени, что он несет околесицу на эфирах про то, как настроить самолетов и будет кого-то бомбить, хотя на самом деле у всех бомбит уже от Зеленского. Володя, будь добр, потерпи еще пару лет и поиграй во что-нибудь безопасное, покури Айкоса, в конце концов, накажи Мендель, покатайся на Тесле или сними видосик. А лучше всего сложи в себя полномочия и возвращайся в квартал снимать дебильные репризы и долбить дурь. Ведь видно, что ты устал. Люди устали от тебя. Новые лица твоей политики совершенно не новые, а абсолютно старые калоши. Резюмируя, хочется сказать. Мы соскучились по зраде. Мы прямо хотим, чтобы со всех телеэкранов и мониторов народ прямо вопил о зраде на каждом шагу. По поводу и без повода. Хотя поводов на самом деле хоть отбавляй. Мы хотим, чтобы зраду разгоняли уже сейчас, чтобы Зеленский просто физически не смог досидеть до конца срока, поскольку поехал бы кукухой от того, как его линчуют в медиа. Потому что терпеть эту чушь дальше уже нельзя, ибо все происходящее уже давно за гранью божьей росы и плевка в лицо. Зеленские слуги банально делают, что хотят, не считаясь ни с кем и ни с какими правилами. Они разваливают все институции государства, начиная от президента и прокуратуры, до армии и внешней политики. То есть, по сути, нивелируют то, за что в первую очередь отвечает президент. Страна реально требует избавления от этого трутня и врага.